Это уникальное явление. В результате 400-километровой миграции на север стадо редких азиатских слонов вторглось в царство людей. Это умные и забавные животные, которые также, как и люди, проявляют эмоции и заботятся о своих семьях. Проблема в том, что слоны предпочитают ночной образ жизни, а ещё они довольно изобретательны. Защитить их в такой ситуации – довольно непростая задача. В час ночи Дуань Мэн Чао из отряда лесной пожарной охраны провинции Юнань ведёт наблюдение. Его задача – сообщать в штаб о местонахождении слонов, чтобы не потерять их из виду. Дуань Мэн Чао находится на крыше дома одного из местных жителей. Отсюда удобно управлять дроном и заряжать для него батареи. Без заряженных батарей невозможно вести постоянное наблюдение. К тому же слоны вдруг ускорили темп. Дуань Мэн Чао необходимо быстро сменить дислокацию, так как слоны вот-вот покинут зону отслеживания. А ближайшая группа мониторинга находится в нескольких километрах. Взяв с собой все батареи, группа Дуань Мэн Чао решила придумать что-нибудь по дороге. В горах иногда бывает плохой сигнал. К тому же у дрона в любой момент может закончиться заряд. Если ночью слоны не найдут еду, они могут выйти к деревне. Своевременный мониторинг и предупреждение – важнейшая мера для защиты как людей, так и слонов. Экстренные меры не позволили слонам проникнуть в село. Дуань Мэн Чао успели доставить генератор до того, как у дрона села батарея. В этом и состоит работа группы мониторинга – неотступно следовать за слонами. Взяв ли сера в саду, мало ли не будет. Взяв ли вы не сможете найти такую шкупу? Взяв ли себе как будто точка нечим? Взяв ли не об Kernке? Взяв ли мы розчинат? Взяв ли она, глядя не идет под точку пус całке? Взяв ли она, если вы хотите докупать ее? Если будь так, то есть ли она. Взяв ли она, больше, больше, больше. Думано. Взяв ли она все-таки не очень рекоменда. Взяв ли она и проник, черная мониторинга, что мы продолжим подскоть вник, Мы продолжим подскоть. Когда слоны спят, сотрудники группы мониторинга наконец-то могут перевести дыхание. За эту ночь группе мониторинга пришлось переместиться шесть раз. Передав данные о местонахождении слонов в следующей группе, Дуань Мэнчао наконец-то может отдохнуть. Таким образом, в слежке за слонами сотрудники лесной пожарной охраны провели целое лето. Субтитры создавал DimaTorzok